В начале о важных переговорах в Москве. Владимир Путин сегодня встретился с Эмиром Катаром. Тамим Бенхамад Альтани прибыл в нашу страну с первым официальным визитом по приглашению российского лидера. Круг тем самый широкий. От двухсторонних экономических связей до борьбы с терроризмом, острых политических проблем и путей достижения мировой стабильности. В этом собеседник Владимир Путин подчеркнул важную роль России. Ну а Катар, в свою очередь, одна из ключевых фигур на политической карте Ближнего Востока. И сегодня на переговорах подчеркивали, что у наших государств общие интересы, в том числе и в энергетике. Надеюсь, что все усилия, которые нам прилагали к строительству наших отношений в последние годы, послужат хорошей базой для дальнейших шагов, в том числе и в ходе вашего визита. Надеемся, будет дан дополнительный подчеркнуть в наших отношениях. У нас есть необходимость поговорить о взаимодействии и согласовании позиций в энергетике, особенно в газовом сфере, поговорить о инвестиционном сотрудничестве, ну и, конечно, обсудить ситуацию в регионе. Катар – очень важная составляющая часть ситуации на Ближнем Востоке, в Заливе. Мы рассчитываем обсудить с вами эту ситуацию, обменяться мнениями, поискать решения и развязки на любое сложном проблемном образе. Разумеется, мы обсудим обстановку на Ближнем Востоке, последнее развитие событий и конфликта, о которых страдают страны нашего региона. Россия играет основную роль в поддержании стабильности в мире. И мы очень хотим развивать отношения с вашей страной и найти решение ряда проблем, существующих на Ближнем Востоке. Перед встречей с Владимиром Путиным шейх побывал в Совете Федерации. В беседе со спикером Валентиной Матвиенко речь шла о сотрудничестве двух государств в экономике и гуманитарной сфере. Затронули тему противодействия терроризму. Ситуацию в Сирии и пути урегулирования кризиса в этой стране и мир Катара чуть ранее сегодня обсудил с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Они также говорили об отношениях России и Катара в рамках форума «Стран-экспортеров газа».